Территория краевой столицы с каждым годом преображается. В этом году приступили к восстановлению бывшего парка культуры и отдыха имени Ленина. Горожане в прошлом году отдали большинство голосов именно за его масштабную реконструкцию. Вот наконец-то мы сегодня приступили к благоустройству парка бывшего имени Ленина. И благодаря в том числе жителям этот парк стал участником программы. Сегодня мы находимся на этапе первого пускового комплекса. Напомним, благоустройство зеленой зоны, расположенной в границах улиц Ленинградской энтузиастов и Антона Петрова, осуществляется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На эти цели выделили порядка 50 миллионов рублей. Мы на сегодня работаем в рамках проекта. Никаких изменений вноситься не будет. Все у нас зависит только от объема финансирования. Ход и виды работ, запланированные на этот год, подробно разобрали на совещании главпрофильных комитетов с участниками инициативной группы парка. Сам проект этого парка, он создавался именно исходя из тех пожеланий, которые были высказаны жителями. Поэтому диалог сегодня он был. Но мне показалось, что все-таки все услышали друг друга. Так в парке уже разбили четкие границы земельного участка и обозначили основные пешеходные линии. Будет уложена плитка, будут у нас выставлены и лавочки, будут и урны выставлены, будут посажены деревья у нас 50 деревьев в этом году предусмотрено, а также будет завершено освещение по центральной части аллеи. Кроме того, руководство зоопарка «Лесная сказка» приступило к работам по переносу забора и частичному демонтажу асфальтового покрытия для завершения строительства пешеходной дорожки. Это не первый объект, который реализуем. Да, есть у всех различные видения по этому. Но, несмотря на это, посмотрите парк «Белин», посмотрите парк «Замродный». Но все парки оживают. Такая же судьба будет и парк имени Ленина. Первый этап благоустройства парка планируют завершить до 15 октября. Однако впереди еще два этапа. Всего на реализацию проекта необходимо более 220 миллионов рублей. Юлия Щепина. День с толком.